здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик в этом уроке мы разберем метод ретуши кожи которая называется частотное разложение слева у нас стоит фотография еще не обработанная а справа находится фотография которой уже применен соответствующий метод на лице слева в оригинале мы видим небольшие видите прыщики точечки рубцы которые нам нужно убрать и при этом надо оставить текстуру кожи неизменной чтобы наша кожа не стала пластиковой и слишком ровненькой для этого подходит прекрасно метод который мы будем использовать метод частотного разложения этот метод позволяет разложить само изображение на два основных слоя будет храниться отдельная текстура и отдельно тон и цвет нашего лица под этим видео будет ссылка на этот портрет для этого метода нам понадобится окно слои и история чтобы мы отменяли команды если мы ошибемся а также конечно сами инструменты которые у нас находятся здесь вот слева все эти окна конечно находятся здесь свои всем инструменты и параметры также окно история также давайте зайдем в меню редактировать меню edit настройки и изменим количество отмен чтобы их стало больше у некоторых может там стоять маленькое количество отмен тогда неудобно работать я здесь выбираю производительность и либо performance по-английски и здесь видим что по умолчанию photoshop и стоит 20 отмен я выставлю 100 отмен что было больше возможности отменять щелкаем ok далее сделаем две копии нашей фотографии я жму на клавиторе комбинацию клавиш control джей и еще раз control джей верхний слой я подпишу щелкаю на название два раза быстро что здесь текстура а нижний слой назову цвет либо можно тон назвать далее выключим глазок на текстуре кроме тот слой выделим слой с цветом и растушуем его размажем для этого заходим меню фильтр здесь в меню размытия нам может подойти ряд разных фильтров можно использовать размытия по гауссу можно использовать размытия по поверхности давайте применим два этих фильтра и посмотрим какая у них будет разница для этого я сделаю копию слоем цвет жму control джей и к верхнему мы применим фильтр размытия по гауссу я здесь это напишу заходим фильтры размытия размытия по гаусс и выбираем такой параметр чтобы мелкие детали нашей пропали но крупные у нас были размазаны но не очень если здесь переусердствовать то лицо станет плоским так делать соответственно здесь не рекомендуется давайте здесь я поставлю 11 видим что здесь на губе например . у нас пропадает также пропадают и ряд других артефактов которые нам не нужны щелкаем ok скроем этот слой теперь выделим слой ниже и здесь применим другой фильтр который также можно использовать для этих целей заходим размытием и размытия по поверхности surface blur по-английски этот фильтр действует похожим образом но он не полностью размазывает поверхность а где контрастные вещи у нас присутствует он их оставляет здесь бы я выбрал параметр радиуса 35 а второй параметр изогелий я бы выбрал здесь 20 кожа наша расправилась стала уже ровная пластиковая только вот видите на губе этот кусочек остался мы его потом правим щелкаем ok видите разницу между двумя этими фильтрами мне больше нравится второй фильтр это размытие по поверхности потому что он оставляет часть деталей на лице более контрастными неизменными но с ним немножко будет больше работой светом и батоном кожи мы разобрались теперь переходим к текстуре выделяем слой с текстурой открываем его и заходя в меню изображение имидж и здесь выбираем внешний канал по-английски это у нас звучит как и play image в разделе слой мы выберем слой который мы размазывали моем случае я выберу цвет surface blur здесь поставлю галочку инвертировать дальше в разделе положением выберем режим добавление то есть масштаб выберем 2 далее сдвиг я укажу 0 можно здесь указать и единицу давайте здесь укажем 0 и тогда мы получаем нашу кожу виде текстуры которая у нас отделена цвета нашего изображения и в данном случае изображением бывают с разным количеством бит меня сейчас как вы видите стоит здесь 8 бит если у вас 16 бит то эти же настройки вполне подходят я пробовал и на 8 на 16 бит делать это работает практически одинаково это у нас был один вариант как можно оформить этот внешний канал давайте разберем как это можно сделать немного по-другому то и здесь если снять галочку инвертировать то тогда нужно выбрать режим нет добавления а вычитание субстракт масштаб указываем 2 а двиг указываем уже 128 этот и предыдущий вариант который мы здесь использовали тоже корректно работает под этим видео будут настройки те которые выставляем тексте их можно посмотреть и скопировать себе давайте выберем предыдущий вариант это через добавление time галочку инвертировать масштаб 2 сдвиг 0 щелкаем ok далее выбираем в режиме наложения линейный свет по-английски это linear light и получаем исходное изображение но разложенное как бы на два слоя давайте я удалю ненужный слой с газе он блур теперь можно объединить два верхних слоя в папку для удобства щелкаем shift либо control и жмем на клавиатуре комбинацию клавишку control g либо выполняем команду меню слои сгруппировать слои получаем в папке два этих слоя давайте я подпишу эту группу по-другому я назову ее частотное разложение теперь если мы зажмем клавишу alt и будем нажимать на нижнем слое то можно заметить что видите изображение совершенно не меняется то есть мы получили точно такое же изображение как находится у нас вот здесь внизу но разложенные на два слоя в котором хранится информация о цвете и либо тоне и независимо находится информация о текстуре это дает больше возможностей по редактированию кожи хотя если делать аккуратно можно использовать и без разложения инструменты которые мы будем использовать это клон стамп вот этот инструмент и также инструмент точечная восстанавливающая кисть инструмент восстанавливающая кисть и инструмент заплатка с помощью этих инструментов можно редактировать и довести это изображение до финального результата идем дальше давайте начнем редактировать наше изображение с цветом но перед этим я обычно делаю копию потому что если что-то пойдет не так топ я мог вернуться к предыдущему варианту выделяем слой с цветом жмем комбинацию клавиш control джей также я сделаю копию с текстурой ну control джей но при копировании текстуры видим что у нас резкость возрастает и получаем вот такую интересную картинку нам это не нужно но копию нам нужно сделать поэтому здесь немножко надо делать это по-другому а я зайду в историю отменю мои копии до вот этого уровня видим что верхний слой влияет у нас на слои те которые ниже на наш цветной слой чтобы этого не произошло нам нужно чтобы этот слой влиял только на слой который находится ниже это текстуру для этого нужно из этого слой создать обтравочную маску я вынесу это окно немножко левее чтобы вы видели меню что у меня появляется щелкаем под крестиком вот здесь вот и выбираем здесь создать обтравочную маску alt control джей а также у этого слоя выбираем не линейный свет обычный режим это normal это нам еще пригодится для того если мы что-то сделаем не так мы всегда можем удалить либо выключить этот слой с текстурой и сделать копию например нижнего слоя и что-то переделать отключаем текстуру переходим на слой с цветом здесь у нас выглядит принципе все замечательно только вот здесь как я говорил на губе у нас цветное пятнышко которые мы можем убрать и еще может быть заретушировать некоторые места для этого я буду использовать инструмент клон стамп жесткость я сделаю минимальную так как у нас здесь все размазанное поэтому здесь размазанность нам подойдет берем диаметр где-то по размеру нашей проблемки также можно повернуть чуть-чуть под углом чтобы это выглядело более натурально жмем alt вместе где находится подходящий цвет и переносим его данном случае левее это мы исправили ну также вот здесь небольшой у нас бугорок его можно тоже исправить ну например вот щелкаем здесь уберем вот здесь этот момент здесь заретушируем если б на лице были прыщики красненькие например можно было также их замазать здесь в уровне цвета они могли по нас присутствовать рассмотрим остальная кожа у нас выглядит более-менее но вот здесь пару точек который я бы тоже используя клон стамп правил также вот 10 на лбу давайте это увеличим можно клон стамп выбрать не в сто процентов а например 50 щелкаем на клавиатуре клавишу 5 сразу получаем 50 процентов и вот здесь я жму alt щелку левой клавишей и заретушируем это место со слоем цвет мы разобрались теперь давайте переходим текстуру в слой текстура у нас находится основная как бы проблема которую мы должны исправить и чтобы эта проблема была еще более очевидно это можно усилить я выделяю верхний слой и давайте применим новый корректирующий слой щелкаем на иконке нового корректирующего слоя и здесь возьмем инструмент яркость контрастность можно было выбрать и другие инструменты но этот более простой инструмент и увеличим контрастность до максимума и видим что меняется и цвет нашей картинки это нам не нужно сейчас мы это исправим закрываем это окошко наш инструмент яркость контрастность сейчас влияет не только на текстуру он также и влияет на наш цветной слой давайте ограничим действия этого слоя только текстуры для этого обратно создадим обтравочную маску заходим в меню под крестиком и здесь выбираем создать обтравочную маску видим что цвет у нас исправляется и изображение стало немножко более контрастным если посмотреть то наши как бы проблемы сейчас больше проявились появилась больше текстурность кожи этот слой мы как сделали вспомогательный мы его потом удалим это просто чтобы временно видеть наши дефекты более явно и более контрастно и так как текстура у нас более четкая и контрастная она у нас не размытая поэтому здесь мы будем использовать инструмент клон стоп жесткий не размазанный здесь ставим жесткость на максимум я начну сверху салбан активируем слой текстура которому мы применяли обтравочную маску здесь можно работать в этом режиме либо отключить слои в которых находится цвет и работать в таком формате либо если вам удобно можно работать и так я начну давайте вот в этом режиме выбираю инструмент клон стамп здесь я поставлю непрозрачность 100 навожу на участок с нормальной кожей зажимаю alt ему левую клавишу и переношу как бы здоровый участок на проблемную область здесь можно уклон стампа указать и небольшое размытие давайте здесь поставим жесткость 90 процентов и копируем участки зажимая alt и левую клавишу переносим их на области с какими-то дефектами с большой текстурностью и так вам надо пройтись по всем областям которые по вашему мнению нужно исправить здесь нужно брать чаще разнообразную текстуру чтобы она лучше подходила к указанному участку и переносить ее на то место которое вам необходимо исправить на некоторых участках как вы видите здесь присутствует меньше текстурности то в этом случае наоборот надо привнести текстуру на этот участок и далее разбираемся с другими местами которые нам нужно подправить для этих целей подойдет не только клон стамп давайте попробуем применить еще другой инструмент например инструмент заплатка здесь у меня стоит настройках источник выделяем область и переносим ее в другое место копируя сюда текстуру можете использовать этот инструмент если вам больше он нравится так мы проходим по всем участкам которые являются неоднородные по текстуре периодически можно включать слой с цветом и смотреть как это смотрится в итоге также выключать слой который мы создали для контрастности чтобы видеть конечный результат который у нас получается смотрим вот у нас было вот у нас стало видим разницу с албом я разобрался дальше у нас видите им около носа идет складка которая делает человека старше если фотографируемые не против можно и убрать сделаем эту даму моложе я возьму инструмент клон стамп текстуру и возьмут с этого места и перенесем ее сюда также восстановим здесь немного текстуру сделаем ее более заметный и уберем остаток этой складки ниже я щелкаю где-то вот в этом месте что взять текстуру и переношу ее сюда а соседнюю складку давайте тоже уберем также исправим уже другие части здесь вы можете уже использовать либо клон стамп либо заплатку либо давайте попробуем применить инструмент восстанавливающая кисть щелкаем на здоровой области переносим ее туда куда нужно у этого инструмента есть режим активный слой то есть его лучшее выбрать чтобы мы работали с конкретным слоем также здесь параметр диффузии то есть смешение и он нужно поставить минимальным чтоб у нас не происходило смешивание нашей текстуры и этим инструментом нужно брать четко ту текстуру параллельно которой мы переносим иначе будет происходить размазыванием этой текстуры и проходимся дальше соответственно по нашим неточностям также вы можете использовать инструмент точечная восстанавливающая кисть этот инструмент действует еще проще просто проводим по проблемной области и он вносит текстуру ту которая у нас находится как бы рядом но на мой взгляд этот инструмент немножко смазывает и дает некоторую замыленность но кое-где его тоже можно конечно использовать можете его тоже протестировать я вернусь к инструменту клон стамп дальше давайте поработаем с крылом носа управляем вот здесь вот снизу далее можно поработать немного с глазами если есть небольшие сосуды в белках их можно убрать здесь принципе практически то и нету ну вот например если вот здесь только попробовать его убрать также попробовать если чуть-чуть сделать более яркими белки для этого как вариант можно выбрать инструмент осветлитель а я уменьшу у него немного экспонирования не вот здесь слегка проведем это можно было принципе не делать смотрим результат до и после было стало результат по моему очевиден давайте палитре историям делаем копию этого изображения нажмем новый документ и сравним две фотографии рядышком друг другом выберем меню окно упорядочить и я выберу два вверх вот этот режим и поставим две фотографии вместе в следующем уроке мы разберем этот же метод частотного разложения там у нас будет более простой и удобный метод чем мы сейчас использовали а далее мы применим фильтр портретура который призван решать эти проблемы еще более быстро если будут вопросы по этому уроку задавайте спасибо за внимание жду вас следующем уроке